Всем привет! Сейчас я покажу, как можно сделать вот такую вот заставку из текста. Поехали! Первым делом мы создадим новую композицию. 30 кадров. Поставим 10 секунд. Так, теперь добавляем текст. Теперь я сменю шрифт. Шрифт можете выбирать любой. Я буду использовать... Сейчас я его найду. Буду использовать вот такой вот. Нажму Ctrl-Home, чтобы переместить текст на центр и будем добавлять текстуру. Текстуру я скачал из интернета. Так, сейчас чуть-чуть ее уменьшу. Вот так, допустим. Так, я поменяю качество на Full, чтобы было лучше видно. Выберу первый слой и добавлю эффект Burse. Немножко сделаю вот так вот. Отлично. Все это скрою. Здесь поставлю Luma Matte. Можно, кстати, немного поменять. В принципе, можно было даже не добавлять текстуру, потому что Хользенберг уже содержит некоторые рифленности в тексте. Поэтому, если вы используете другой шрифт, то добавляйте. Если вот такой же найдете, то можно не добавлять. Но все равно, я его добавил. Тоже, в принципе, нормально смотрится. Вот так будет. Хорошо. Теперь выделяем. Нажимаем Shift-Ctrl-D. О, Shift-Ctrl-C. И сделаем Pre-Compose текст. Отлично. Теперь нам нужно добавить футаж дыма. Я беру это из YouTube. Вбиваю смог футаж. Например, вот здесь очень много вложено. Выбираю такой, какой мне нужно. И просто скачиваю его. Что, собственно, сейчас я и сделаю. Я скачал футаж дыма. Для этого ролика лучше подойдет футаж, который дует слева. Добавляю его. Ставлю режим наложения Screen. Так. И теперь мне нужно его добавить. Вот сюда. Сейчас я отодвину, чтобы было понятней. Чтобы он у меня дыл прямо на текст. Вот он пошел. Можно даже поближе его подвинуть. Либо немножко налево сдвинуть, чтобы он был более интенсивный. Да, наверное, надо сдвинуть. Чтобы он прям... Вот он выходит. И сразу на буквы. Да, отлично. Даже, наверное, еще сдвинем. Вот так. Вот так будет хорошо. Да, отлично. Теперь мы на этот слой добавим эффект Levels. Вот эту штуку. И вот этот ползунок сдвинем налево. Чтобы он такой был более контрастный. Да, вот так хорошо. И ставим на втором слое Luma Matte. И вот у нас получается дует и появляются буквы. Да, только теперь, наверное, все-таки надо либо ослабить вот этот вот ползунок, либо назад все-таки вернуть. Да, чтобы он появлялся, а не был уже с самого начала. Вот. Вот так хорошо. Так, теперь мы это все выделяем. Нажимаем Shift-Ctrl-C и делаем еще один Precompose. Назовем это Main. Отлично. И теперь мы сейчас сделаем свет очень необычным образом. Создадим Solid слой белый. Так, отлично. Добавляем маску. Выбираем Ellipse Tool. И вот посередине нажимаем Shift-Ctrl и тянем. И у нас получается такой ровный круг. Сейчас мы его... Вот так у меня шейп нарисовался. Это неправильно. Выбираем слой. Нажимаем Ellipse. Вот. По центру ставим курсор. Нажимаем Shift-Ctrl. Зажимаем. И тянем. Вот наша лампа. Теперь опять выбираем. Нажимаем M, F. Чтоб появился параметр Mask Feather. И растягиваем его. Растягиваем сильным. Типа такой свет. Можно свет, конечно, сделать по-другому. Но это очень просто. Все. Это нам не нужно. Теперь мы создадим так называемое Каше. Выбираем. Создаем еще один Solid слой. Только уже черный. И выбираем Rectangle Tool. Можно сделать сетку, чтобы было лучше видно. Так. Вот Title. Так. Опять мы не выбрали слой. Выбираем слой. И вот так вот рисуем. Угу. И вот здесь нажимаем галочку Inverted. Сетку уберем. Вот у нас получились такие киношные полосы, которые называются Каше. И сейчас я заметил одну такую особенность, что у нас вот здесь не хватает до 10 секунд. Это получилось потому, что вот здесь я добавлял большой ролик. И вот он так вот сгенерировался. Что у нас не хватает теперь текста. Для этого надо перейти в самое начало. выбрать вот эту композицию текст. Либо изначально надо было обрезать, либо вот уже сейчас исправим. Заходим в Settings. И поставим здесь 15 секунд. Хоп. Беру масштаб и дорастяну до 15 секунд. Переходим в Main. Композицию эту еще растягиваю. И соответственно здесь растягиваю. И вот у нас уже здесь полноценный 10 секунд. Теперь мы свет опустим ниже, чтобы у нас буквы были впереди света этого. Поставим на первой секунде нажмем S Scale. Поставим ключ. И на последней немножко увеличим. Ну пусть будет 115%. Чтобы он немножко так приближался. Отлично. Вскрываем. Теперь я добавлю еще дыма. Так. Вот сюда. Можно так же чуть-чуть сдвинуть. В принципе можно не бояться двигать, потому что всегда мы можем поставить ключ, нажать T. Поставить Opacity, допустим, на 0. И вот здесь поставить на 100. Чтобы он плавно появлялся. Если, допустим, дыма не достает до букв или долго раскачивается, чтобы не заморачиваться, не обрезать, там ничего не смазками не мудрить, просто поставить Opacity и все. Вот отлично. Добавим сюда тоже эффект Curves. Так, ну вот примерно. Поставим, чтобы было видно. И немножко сделаем посветлей. Вот так вот. Так, это мы скроем. Вот здесь мы поставим режим вложения Screen. Чтобы у нас было видно свет. Отлично. Создадим корректирующий слой. Добавим на него пару эффектов. Первый это Curves. Наш уже до дыр замученный. Так. Чуть-чуть подведем. Угу. Теперь Sharpen. Вот ты где. Отлично. Поставим полтинчик. Будет хорошо. Такая четкость. И Fast Box Plur. Но здесь надо проанимировать. На первой секунде ставим ключ. Так, погодите. Ключ пока не ставим. Сейчас посмотрим, сколько надо поставить, чтобы он размылся. Ну вот, 10 отлично будет. На первой секунде ставим Blur Radius 10. И вот где у нас появился дым. Где-то вот здесь вот. Даже может чуть подальше. Да, вот здесь поставим 0. Он такой из раз фокуса в фокус вернулся. Опа. Теперь нам нужно добавить еще один футаж. Я зашел на YouTube. Ввел Particles Footage. Скачал его. Выбор здесь не очень большой. Но я нашел то, чтобы мне подошло. Добавляю. Опа. Поставлю режим наложения Screen. Думаю, что так же лучше проанимировать. Опасити. Поставлю ключ на первом кадре. Уберу. И где-то вот здесь вот поставлю 100%. Так, думаю, будет лучше. Скрою. И вот этот слой с нашим каше подниму повыше. Чтобы он не блюрился. И вот у нас пошло. На этом все. Весь наш ролик готов. Большое спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...